Алкоголь подвел под статью Алкоголь подвел под статью Обыски в красном амперсант белом могут быть связаны с уголовным делом о неуплате налогов коммерсанта 27 декабря 2018 года, 17.35 прошедшие накануне обыски в офисе и на складах компании красная амперсант белая могут быть связаны с уголовным делом о сокрытии налогов. Как сообщает знак.ком, со ссылкой на собственные источники, делом занимается Следственный комитет России, СКР. В пресс-службе ведомства эту информацию не комментируют. Ранее представители ретейлеры рассказали, что проверка связана с подозрениями в распространении контрафактной продукции и уходе от уплаты налогов. В пресс-службе сети красная амперсант белая заявили, что при обыске сотрудники ФСБ изымали в головном офисе в Челябинске и на складах в разных городах страны документацию на товар. Контрафактный алкоголь найден не был. Обыски, которые прошли в челябинском офисе и на складах в ряде городов присутствие компании красная амперсант белая, связаны с уголовным делом по факту сокрытия налогов. По данным знак.ком, разбирательство ведет Следственный комитет России. Работает Москва, там же возбуждено уголовное дело по уходу от налогов. Челябинские силовики никакого участия в мероприятиях не принимали. Москва занимается, поскольку компания большая, юрлица зарегистрирована и в разных регионах, сообщил источник издания в силовых структурах. В пресс-службе СКР не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела. Старший помощник руководителя Челябинского областного управления СКР Владимир Шишков заявил, что не располагает информация об уголовном деле. Обыски в челябинском офисе красного амперсант белого, а также на складах в ряде городов России прошли 26 декабря. В пресс-службе ретелера сообщили, что возможными причинами вторжения силовиков являются подозрения в сокрытии налогов и реализации контрафактной продукции. В мероприятии участвовали представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Как походили обыски в красном амперсант белым официальные представители силовых ведомств воздерживаются от комментариев. В пресс-службе ФНС России отметили, что не намерены отвечать на вопросы СМИ, сославшись на налоговую тайну. В региональном управлении налоговой службы также отказались от комментариев, аргументируя это тем, что глава ведомства Михаил Бирюк сегодня ушел в отпуск. В компании «Красный амперсант белое» сообщили, что обыски завершились сегодня утром. Сотрудники ФСБ изъяли документацию на товары. Факты хранения контрафактного алкоголя установлены и не были, сообщили в пресс-службе ретейлера. Утром обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был, говорится в сообщении «Красного амперсант белого». Сегодня днем Интерфакс со ссылкой на информированный источник в Москве сообщил, что все склады компании «Красная амперсант белое» останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб. «Пока идет проверка, все склады сети в стране не будут работать», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе «Красного амперсант белого» в разговоре с «Твердый знак» опровергли информацию о прекращении работы. «Сейчас компания работает в штатном режиме», — заявили там. Как ранее сообщал «Твердый знак», проблемы с налогами имеются у одной из дочек сети «Красная амперсант белая» компании «Абсолют», которой владеет собственник ретейлера Сергей Студенников. Организация занимается оптовыми поставками алкогольной продукции в магазины сети. С октября она пытается оспорить в арбитражном суде до начисления налогов на сумму 1,953 миллиарда рублей с учетом штрафов и пеней. Такое решение в июне этого года приняла межрайонная и ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам региона. Очередное заседание по делу состоится в январе 2019 года. Как следует из материалов суда, «Абсолют» просил приостановить действие решения фискального органа. Однако компании отказали в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на сведения, отраженные в банковских выписках предприятия. Установлено, что ООО «Абсолют», получив акт налоговой проверки, стало выводиться счетов значительной суммы через компании, входящая в группу «Красная амперсант белая». Так, организация выдала беспроцентные займы взаимозависимым предприятиям на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Как владелец сети «Красная амперсант белая» заработал свой миллиард управляющий партнер экспертной группы «Вейта». Илья Жарский считает, что один день простоя складов из-за обысков принес компании «Красная амперсант белая» незначительные убытки. Логистические цепочки таких крупных торговых предприятий, как правило, не предусматривают хранение всей продукции исключительно на крупнейших складах, тем более в предновогодний период, когда реализуется до третьих годовых объемов алкогольной продукции. Товарные запасы формируются заблаговременно, еще до начала пиковых продаж, далее в течение декабря-января товарно-региональные склады в точке продаж лишь довозят по мере необходимости. «Алкоголь не является скоропортящейся продукцией, крепкий алкоголь и вовсе не имеет срока в годности при соблюдении правил хранения, так что всего один день простоя, скорее всего, принесет красному амперсант белому относительно невысокий в масштабах сети ущерб в размере 100-120 миллионов рублей», считает эксперт. Карина Кальярова, Челябинск, Олег Трутнев